Прежде всего, скажем, слава нашему Богу за Его милость и благодать, что по милости Его мы не исчезли. Бог даровал нам возможность вновь собраться. Аллилуйя! И мы сегодня в Божьей школе. И Слово Божье, оно нас учит, оно нас питает, оно нас направляет, чтобы мы двигались вперед. И сегодня моя тема будет называться так. Никогда не сдавайся. Это очень насущно, потому что мы люди, и нам свойственно сдаваться, нам свойственно опускать руки и говорить, ну пусть кто-то пойдет другой, я уже отдохну. Или вообще, если люди сдаются, перестают верить в Бога, оставляют собрание, и это неправильно. А Бог хочет, чтобы ты сражался, ибо мы все воины Иисуса Христа. В тебя, когда ты родился свыше, есть весь потенциал победителя. Это не наше. Бог наделил нас этим потенциалом. Он дал, что мы можем жить, можем жить победоносной жизнью. Ничего здесь в Библии не написано, что невозможно. Да, сами по себе мы ничто, но с Богом я могу многое. Слава нашему Богу! И я хочу прочитать, начать свою проповедь, написанную евреям, с первого стиха и ниже я зачитаю, что же здесь написано. И говорится так. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И дальше, как проходить? Как нам проходить это поприще? «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». И дальше говорит, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вот такое Слово Божие сегодня представлено. И Бог говорит, чтобы мы не сдавались, чтобы мы стремились вперед. И что хочу сказать, что перед нами уже прошли, многие-многие-многие прошли, закончили свой бег и остались верными Богу. И когда мы идем в 11 главу, там как горелея, тех, которые выстояли, там из-за Авраама, там из-за Иосифа, которые прошли впереди нас, и они оставили нам хороший след, что у них получилось, и у тебя получится. И ты сможешь пройти этот путь и остаться верным. И у многих даже там сказано как, что даже имена не записаны, что были перепилами, скитались в мелодиях, были всеми гонимыми за имя Господне. Но они остались верными Богу. И сегодня именно на это я хочу мотивировать себя и вас, чтобы ты и я остался верен Богу. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Аллилуйя, слава Богу! Может быть, совсем немножко уже осталось. Скоро скажем мы тебе прощай этой земле и свершится в миг переселения. И когда тебе вообще тяжело, вообще тяжело, и уже не знаешь, что делать, то Писание говорит, посмотри на Иисуса. Он не должен был это все переживать, то, что он пережил. Претерпевший, поругания, насмешки. И в конце концов распали, умер позорной смертью. И за это все за тебя. И когда очень тяжело, посмотри на Иисуса. Он начальник. Он прошел впереди. Он уже прошел этой дорогой. Только в чем разница, что он не согрешил. Он был праведным, святым. Но он может нам сострадать в наших немощах и скорбях. Он наш первосвященник, который знает всю тягость этой жизни. Потому что он ходил по этой земле. И он знает. И потому он может нам сострадать и помочь. Аллилуйя. И потому взирай на Иисуса. Взирай на этого начальника и совершителя. Веря, и тебе будет благо. И стой в вере. Не живи чувствами. Стой в вере. Живи верою. Что вскоре в будущем. Вскоре в будущем. Бог будет возлагать нетленные венцы на главы тех, которые сохранили веру. Которые не поколебались. Здесь есть воздаяние. Бог, Он воздаст каждому из нас. И Божье Слово говорит так. Евреям 10 глава. С 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И говорится так. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Ибо говорится так. «Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит, к тому душа моя». «И провозглашай вот эти слова, и действуй согласно этих слов». Что здесь говорится? Можете даже вместе со мною сказать. «А мы же не исколеблющихся на погибель». Но что мы сделаем? «Но стоим в вере ко спасению души». Что есть ценнее спасения души твоей? Потому провозглашай эти слова. «Мы не исколеблющихся. Я не сдамся просто так. Я буду следовать за тобою, Бог мой. Я буду идти за тобой. Если будет трудно, я буду ползти за тобой». И Бог увидит это твое старание, желание и благословит тебя. Знаете, такая история интересная, я услышал, что моряки, и бывало время, что они пришвартовались и отпускали в город, чтобы эти моряки отдохнули и все такое. И, конечно, они уходили, они неверующие. Они погрязали в различных грехах и очень сильно напивались. И за это потом их очень строгое взыскание было. Но когда находили моряка, что он, все-таки, у него было такое желание прийти вовремя на корабль. В том направлении он лежал, его забирали, даже не наказывали. Он хотел попасть вовремя, но не смог. Продолжай идти за ним, следуй за ним. Бог благословит, Бог вознаградит. Он праведный Бог. И он хочет, чтобы ты не взирал ни на что. Да, дьявол. Он хочет тебя остановить. Он развешивает различные рекламы. Все, чтобы забрать у тебя время. Чтобы ты не общался с Богом. Чтобы ты не молился. Чтобы ты не был сильным. Он говорит, может быть, достаточно один раз в месяц пойти в собрание. Но не слушай эти басни. Укрепляйся Господом и могущество силы Его. Стремись к Нему. Всем своим разумением. Сед свою крепостью. Ищи Его. И Бог благословит. И ты будешь сильным, крепким в Боге. Бог сегодня этого от тебя и меня хочет. И что же Бог говорит, чтобы мы делали? Филиппийцам говорится так. 3 глава, с 13 стиха и ниже. Братья, я не почитаю себя достигшим. А только забывая задние. Простираясь вперед. Стремлюсь с цели к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот какое стремление должно быть у христианина. Забывая задние. Смотреть на начальника, совершителя веры. Укрепляться в Боге. В Бог наша сила, наша крепость. Он дарует силу. И потому пусть Бог благословит, чтобы у нас были такие цели к почести Вышнего звания Божия. Чтобы когда ты придешь в небеса, ты не пришел просто пустым. А я только листья принес. Но чтобы еще ты пришел и с багажом. Добрых дел. Вот чего хочет Бог. Да, спасение оно даром. По благодати. Ну а потом же мы предстанем предсудилищей. Каждый ответит, что он делал в теле, доброе или худое. Что ты насобирал? Есть несколько видов, что мы можем собрать. Дерево, сено, солома. Оно все на поверхности. И этого можно все много собрать. Но все испытывается огнем. И есть другое, что находится под землею. Это золото, серебро и драгоценные камни. Оно невидимо. Нужно употреблять усилие. Нужно применить усилие. И Царство Божие, братья, сестры. Царство Божие чем? Усилием берется. Силою берется. И употребляющий усилие он восхищает. Он будет победителем. Потому не думайте, что покаялся, все, руки сложил, все само по себе будет. Да, у нас борьба. И написано, чтобы мы сражались с грехом. Да, каждый день нужно умирать для греха. Было бы хорошо, один раз Бог простил нас, ты покаялся. Ну и все. И больше тебя грех не докучает. Но что мы видим? Покуда мы живем, эта ветхая природа никуда не девается. Ты победил грех, а на утро смотришь, уже другой стоит. И надо тебе с этим грехом бороться. И эта борьба должна быть каждый день. И Божье Писание говорит, что вы еще не до крови сражались. Ну кто скажет, что он уже до крови? Кого из вас выгнали с работы то, что вы верите в Бога? Кого лишили жизни? Мы живем в христианской стране. Даже христиан уважают. И Писание говорит, мы еще не до крови сражались, подвязая против греха. Может быть еще нам нужно много чего пережить. А готов ли я за имя Господа и жизнь отдать? И вы знаете, что во многих странах даже сегодня за то, что он христианин, за то, что он служит Богу, лишают жизни. И потому, а Бог говорит, что трудности будут приходить в каждого. Каждому. Бог испытывает, Бог проверяет. И не знаю, может и нам придется еще из-за Господа и страдать. Никто не знает. Потому, чтобы нам это все преодолеть, то что нам нужно? Нам нужно запасаться силой от Бога. Мы должны безоглядно верить обещаниям Божьим, пребывая в полной уверенности, что жизнь звери непримерно одержит победу. Продолжайте, братья и сестры, взирать на нашего начальника и совершителя веры. И постарайтесь сохранить веру. Потому, что написано, приду на землю, но найду что? Веру на земле. Вот что Бог будет сегодня искать. Бог, если в твоем сердце живая, а если у тебя живая вера, ты будешь что-то делать для Бога. Ты будешь подобно, как апостол Павел, когда он покаялся, что он сказал? Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Вот чего хочет сегодня от нас и от меня Бог. И первое, на что я хочу обратить внимание, чтобы мы были верными Богу, чтобы мы пребывали в вере. Не сдавались. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каких уговорах дьявола, который порой шепчет нам на ухо. Ты слабый, ты ничего не можешь. Не верь этому. Продолжай идти за Господом. И даже если ты упал, вставай. Написано, праведник семь раз упадет и подымется. А нечестивый упадет и не будет ему избавления. Продолжай. Бог весьма милостив. Он учит нас. Он питает нас. Он ведет нас, чтобы мы жили для Него. И только для Него. Он этого хочет. Хочу еще такую историю рассказать. Это такая небольшая, как бы сказать, притча. два небольших лягушонка каким-то образом угодили в бочонок со сливками. И сколько они пытались выбраться оттуда, скользили и опять погружались. И один лягушонок настолько устал, что говорит все другому. Говорит, я устал, я сдаюсь, я столько раз пробовал выбраться на волю, и уже почти достигал своей цели, и вновь скатывался, скользил и не находил, чтобы выбраться из этого. И он говорит, все, я сдаюсь. Зачем только время тратить, энергию. И он опустил свои лапки и опустился на дно. А второй лягушонок говорит, покуда у меня есть сила, покуда еще есть энергия, я буду бороться. И он и так, и полчаса барахтался, все пытался, и час, и два, и три. И вдруг становилось еще тяжелее барахтаться, потому что начал происходить процесс. И когда он дальше начал барахтаться, барахтаться, чтобы вылезти из этого, сливки превратились в масло. И он встал на эту поверхность и выпрыгнул с этого бочонка, и оказался на воле. Для меня оно послужило таким хорошим примером, что стоит бороться, стоит сражаться, стоит за это и жизнь все отдать. Дорогие мои, такой наглядный пример, простой пример. И старание увенчалось. И твое старание Бог видит. Бог видит тебя. Бог видит вас. Он замечает ваши старания. Он замечает вашу ревность. Аминь. Он видит. И не так давно у нас тоже была молитва, и братья были. И Бог говорил к моему сердцу. Бог говорит, я вижу твое старание. Но что он мне сказал, Бог, через этого брата? Но ты не останавливайся. Не останавливайся. Продолжай. И знаете, что еще самое важное, чего Бог хочет? И что мне было сказано? Будь постоянным. У нас как получается? На недельку хватает. У кого-то на месяц. А дальше? А, буду как все. Что мне лучше? Всех лучше. Больше всех надо. А, буду течь по течению. А Бог говорит, ты не призван плыть по течению. Ты должен идти против течения. Вот твое дело. Вот твое дело. Будьте постоянны. Постоянны в молитве. Постоянны в течении Слова Божьего. Постояние еще что-то было мне сказано. Свети. Я дал тебе светильник. Свети. И пополняй этот светильник этим маслом. Свети. Дома. Свети на работе. Свети, когда идешь. Везде. Дома особенно. Своим родным, близким, своим детям, внукам. Свети. Это они увидят. Этого сегодня хочет Господь. И второе, о чем я хочу сказать, я хочу обратиться к истории Матфея. Там очень такая удивительная женщина. о ней записано. В 15 главе от Матфея. Удивительная женщина. Я поражаюсь ее настойчивости. Это хананьянка. Она даже не из Божьего народа. Она поклоняется, их народ поклоняется идолам. Идолам. Но что ее привлекло к Иисусу? И сейчас мы услышим, что привело. Что порой нас приводит к Богу? Ну, зачем нас ждать порой? Чтобы какие-то трудности, обстоятельства, что все, вот тогда я иду уже к Богу. И эту хананьянку, что ее привело к Богу, что ее дочь жестоко беснуется. И написано так. Смотрите. Это 15 глава с 22 стиха. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Ну, кричащая нужда. Ну, вы представьте, что такое иметь дочь, от которой ты ожидаешь, что она выйдет замуж, что будет продолжение, что будет радость, она в таком состоянии. Беда! Беда! И вот, что эту женщину привело к Иисусу. И смотрите, что же происходит. Но Он не отвечал ей ни слова. Она идет к Иисусу, но Он не отвечал ни слова. Иногда в наших ситуациях тоже происходит то. Мы взываем к Богу, мы молимся, но как бы небо закрыто. Никакого ответа. И в этот момент очень часто мы опускаем руки, сдаемся. Но не так было с этой женщиной. Смотрите, что же происходит дальше. несло. И ученики Его приступив, просили Его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Уже ученики говорят, Иисус, ну сделай что-то с этой женщиной. Ну кричит. Надо что-то сделать. И И что же делает Иисус? Но она не сдается. Смотрите, он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как бы говорит, ну не для тебя сегодня, не твой день сегодня, женщина. Я пришел для Израиля, для них это все. А ты подожди, ты не из этого народа, и при том, ты поклоняешься идолам. Но что же происходит с этой женщиной? Она подойдя, кланялась, кланяясь ему, поклоняется Богу. Она говорит, не твой день. она подходит и кланяется. И что дальше? Говорила Господи, помоги мне. Простая молитва, не какая-то высокопарная, не красиво сложенная, как мы порой хотим, чтобы нас услышали, но простая смирение. Смирение помоги мне. Я думаю, что она тоже все испробовала. Помоги мне. Иисус, ты моя последняя надежда. и смотрите, что дальше. А Иисус говорит, опять говорит, какие-то такие, как бы, странные слова. Она просит помощи. А, а что Иисус говорит? Ну, он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ну, на другого человека, на какую-то женщину, такой с характером, он сказал, о, да еще и нас псами называет, наш народ. Все. Отряшу даже от обуви грязь и ухожу. Все. Сдаюсь. Но эта женщина, она не была такого робкого десяточка. Она говорит, нашла такие слова, ты представь, это же надо было сразу так сообразить. Вот представь, это же беседа идет, сообразить, что ответить. И смотрите, как она мудро отвечает. Она говорит так, она сказала, так, Господи, я согласна, что мы, да, эти люди, которым ты не благоволишь, да, я согласна с этим, я признаю, да. И смотрите, что она говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Чудесный ответ. Она как бы говорит, Иисус, для меня, для моей ситуации на сегодняшний день даже хватит крошки. Этого достаточно, позволь мне поднять, позволь мне поднять эту крошку, и я верю, что придет чудо. И это затронуло Иисуса, ведя эту неотступность, ведя ее в веру. И что говорит Иисус? О, дал бы Бог, чтобы Бог сказал каждому из вас такие слова, потому что Богу мы не можем ничем угодить. Вера должна быть в твоем сердце. Вот этим можем угодить. Красивыми словами, еще чем-то. Вера, руку Божию двигает вера. И что же говорит Иисус? Тогда Иисус сказал ей в ответ, О, женщина, даже имени не знаем, О, женщина, велика вера твоя. Как она долго ждала именно этого ответа, потому что все отказ, не сейчас, не твое время. Это для израильского народа. Но когда Иисус увидел в ней веру, он говорит, О, женщина, велика вера твоя. И дальше эти слова такие прекрасные ей услышать. Да будет тебе по желанию твоему. И дальше пишется, исцелилась дочь ее в тот час. Аллилуйя! Слава Богу! Такой чудесный наш Бог! А это ей и нужно было. За этим она пришла. И я думаю, что после все, что произошло с ее дочерью, она не осталась прежней. Аминь! Она может рассказала другим, что сделал Иисус. О чем я еще хочу заострить внимание на слова Иисуса. И это уже касается к нам. Он говорит, что исцеление, заметьте, что это? Хлеб для детей Божьих. Аминь! Хлеб для детей Божьих. Ты дитя Божьи! Ты дочь царя! Ты сын царя! И Бог говорит, я твой целитель! Я Рафа! Целитель! Я целитель! Бог твой! Библия говорит, что ранами твоими мы исцелились! Продолжай! Если даже ты еще не получил свое чудо, продолжай верить и непременно придет, но не отступай! Да, помолились, ничего не произошло, может быть, сразу, но не отключайся, не вынимай с резетки, все, не получил, может, завтра придет этот миг, и ты полностью будешь здоров, потому что иногда проходит какой-то период времени, чтобы полностью пришло это исцеление, это хлеб для детей Божьих, а как часто мы употребляем этот хлеб? Каждый день, мы нуждаемся в этом хлебе, и Бог может не только твое тело исцелить, но твою душу, Бог может просить тебя, Бог может дать свою милость и благодать, потому двигайся вперед, и Бог благословит тебя. И о чем еще я хочу поговорить? Чтобы мы продолжали стоять в вере и не сдавались, если вы видите, что ваши дети не с Богом, не примирились, или отошли от Него, не сдавайся, дорогой брат и сестра, а если ты имеешь уже сейчас детей, они еще не познали Бога, о чем я хочу сказать, если ты еще не начал молиться, то ты уже опоздал много, но покуда стучит сердце, начни молиться, усиленно молись, и самое главное, хочу сказать, святи, святи дома, если ты правильно светишь, дети твои скажут, мы хотим этот свет тоже, свою жизнь, я хочу быть, как папа, как мама, я хочу служить этому Богу, которому ты служишь, я видел, как ты поступаешь, как ты ходишь, не сдавайся, иди вперед, и я хочу привести историю, это тоже вера родителей, нам известна история родителей Моисея, смотрите, что произошло, евреям 11 глава 23 стих, верую Моисею по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления, повеление было очень жестким, это нужно было исполнять, и всех неисполняющих там не было милости, но эти родители не плыли по течению, они пошли против течения, они сказали, мы не хотим отдавать истязателю нашего ребенка, мы будем что-то делать, и они начали скрывать его, видя, как прекрасно это дитя, что я хочу сказать с этой историей, не сдавайтесь, усильте молитву, ваши дети рождены для Царства Божия, ваши внуки рождены для Царства Божия, продолжайте молиться, бороться, даже если вы не видите результата, молитва творит чудеса, молитва творит чудеса, даже после смерти многих матерей, отцов приходил ответ, родители даже не увидели, но Бог верен, продолжайте, не смиритесь, не опустите рук, ну что я сделаю, ну что я сделаю, я столько уже молюсь, столько стучу, посты, молитвы, нету результата, ожидай, выходи каждый день, как об отце сказано, он каждый день выходил и ожидал, не идет ли сын мой, будьте в ожидании, потому что если ты молишься и ничего не ожидаешь, о, а я так и знал, что так будет, ожидай, ожидай, каждый день, ожидай, что придет твой сын, твоя дочь, твой внук, продолжайте, братья и сестры, дедушки, бабушки, взывайте к Богу за молодое поколение, поколение, чтобы Бог дал им познать имя Божье, если вы спросите у меня, о чем я молюсь, да, мои уже дети выросли, но я еще продолжаю о них молиться, и слава Богу, что они служат Богу, и сейчас я особенно молюсь за внуков, и вы спросите, о чем твоя молитва, чтобы хорошие машины были, образование, да нет, это Бог пополнит, я молюсь о том, чтобы они вкусили и познали, как благ Господь, чтобы они имели живую встречу с Богом, и от этой встречи все будет зависеть, мне не нужно будет, если мой внук познает Бога лично, мне не нужно будет говорить, внучок, поезжай в собрание, въезжай на молитву, въезжай на служение, трудись Богу, мне не нужно будет толкать, порой даже видишь, что многие внуки и дети нас пушают, па, вперед, давай, гори для Бога, ты что не знаешь, ты что не видишь, что Бог благ, добр, продолжайте об этом молиться, об этом стучать, и не отчаивайте, что не все у вас получается, придет время, Бог даст ответ, и я вам скажу, какая самая сильная молитва, никакая молитва не заменит, молитва матери, никто так не помолится, как мать за своего ребенка, потому матери, отцы, возносите свои руки, подымайте, кричите в небо, просите, чтобы Бог избавил, чтобы Бог освободил, чтобы Бог сохранил, и Бог силен, это сделать с вашими детьми, Бог силен, я вам говорю, Он силен, мы не сильны, но Он может одна встреча с Иисусом полностью изменит, и будет слава Богу нашему, я буду приходить к заключению, мы сейчас будем молиться, я бы просил, чтобы даже мы сегодня, знаете, многие родители разочаровываются в церкви, говорят, о, мне только упреки, а вот, где твой сын, где твоя дочь, и родители даже не хотят в церковь заявлять, нету поддержки, недопонимания, как будто бы родители все решают, а мы должны иметь чувствование, которое во Христе Иисусе запутался, наша обязанность церкви, мы имеем эту силу, мы должны с ханатой, с твоей молитвой подвязаться за таковых людей, и молиться, чтобы Бог освободил, чтобы Бог явил свою милость и благодать, поэтому давайте, братья, сестры, если вы знаете таких людей, в своих тайных комнатах, говорите имена, подвязайтесь вместе с теми родителями, подвязайтесь в молитве, чтобы они вышли на свет, и это же великая победа, когда кто-то кается, который приходит в нормальный образ жизни, начинает вести, озарение приходит человеку, это самое большое, об одном грешнике небеса ликует, потому, дорогие друзья, давайте будем подвязаться за наших родных, близких, даже с теми, которыми вы учитесь, работаете, свидетельствуйте им о Боге, если Бог кого-то ложит вам на сердце, молитесь о них, и Бог благословит, давайте встанем, а также я хочу обратиться, я всегда стараюсь сделать так, может быть кто из молодежи хочет сегодня покаяться, отдать свое сердце Богу, иметь эту личную встречу, может быть это сегодня ваш день, сделайте это, посвятите себя Богу, Бог мой, скажите, Бог мой, я хочу тебе служить, я хочу отдать мою, отдать мою жизнь для тебя, для твоей славы, я хочу приносить тебе плод, если у кого-то есть такое желание, выходите сюда, мы помолимся за вас, и Бог благословит вас, а сейчас давайте пойдем в молитву, закроем глаза, и некоторое время побудем с Богом, молитесь каждый, кто как может, эта женщина молилась так, просто, Боже, помоги мне, взывай и ты, если ты хочешь иметь исцеление сегодня, но еще никак оно не пришло, может быть в этот вечер, в этот день, в этот час, может быть прийти это благословение к тебе, и ты получишь исцеление, молись Богу, Бог силен исцелять, даже прямо на ваших рядах, Бог может являть свою милость и благодать, давайте молимся, премьерк, Продолжение следует...